Вот я не понимаю одного простого вопроса. Ты занимался техно-бриджем, занимался печатным журналом, занимался видлом, теперь каким-то непонятным проектом в сфере real estate и недвижимости. И ни одного такого какого-то там успеха не такого масштабного не достиг. Тебе не надоело? Зачем это пытаться? Может это вообще не твое? Зачем ты делаешь адрес? Может быть. Я придерживаюсь философии, что жизнь слишком короткая для того, чтобы делать какие-то вещи, от которых не получаешь удовольствия. Ты знаешь, проработав, я после того, как закончил вуз, работал какое-то время в области государственного управления, какое-то время занимался бизнесом импорт-экспорт. И я, честно, ловлю просто кайф от бизнеса в сфере в софтовом, в создании каких-то софтверных проектов. Почему? Потому что в основном люди, которые задействованы в этом бизнесе, они имеют максимальную степень открытости, меньше различного какого-то, то, что называется словом, западло. Меньше у этих людей есть различных качеств, которые меня больше всего раздражают в других людях, таких, как, я не знаю, эроганс, жадность и другие. Поэтому в любом бизнесе, которым ты занимаешься, достаточно важно, наверное, деньги, наверное, это не самая главная ценность. В чем интерес заработать все деньги, если они будут только у тебя, у других не будет. В этом нет никакого смысла. Поэтому хочется делать то, от чего ты действительно получаешь удовольствие. Общаться с людьми, с которыми тебе приятно общаться. И делать то, что действительно тебя возбуждает. Вот меня возбуждает создавать что-то, что раньше никто не делал. Я себя гораздо лучше чувствую в атмосфере, когда вокруг хаос, вокруг нет ничего структурированного. Вот меня очень сильно утомляет задача, там нужно повысить продажи с 15 процентов роста до 20 процентов роста. Соградите сдержки на 10 процентов. Мне бабушка всегда говорила, Максим, не бойся больших расходов, бойся маленьких доходов. Поэтому, но в любом случае. То есть я получаю кайф от общения с людьми, с которыми мне интересно общаться, и получаю кайф от создания чего-то нового. Ну как тебе при этом, все равно, подожди, я все равно не могу понять. Как тебя занесло в Real Estate? Ну то есть, я понимаю, что у тебя техническое образование, в смысле не техническое образование, юридическое, но после вьюдла уйти в Real Estate, где ты общаешься же, ваши клиенты это там какие-то риэлторы, да, или со средним образованием, да, то есть. Ты знаешь, для меня на самом деле IT-бизнес это больше хобби, чем источник, может быть, какого-то дохода. Все практически деньги, которые я в жизни заработал, я заработал в Real Estate. И поэтому решение, когда я принимал о работе с Adres.ua, мы начинали этот проект как раз где-то в середине, наверное, девятого года начались какие-то замыслы на эту тему, и вот с десятого года я получил венчурное инвестирование. Больше трех лет, правильно, получается? Да. К чему я это говорил? К тому, что, скажем так, деньги, которые, опять же, как я говорил, до этого зарабатывал, в основном зарабатывал в Real Estate. Но я зарабатывал в основном на спекуляциях. То есть, знаешь, купил квартиру, продал квартиру, купил офис, продал офис, купил два офиса, продал два офиса, купил три офиса, сори. Ну, пока кризис не настал, и оно немножечко поменялось, ситуация на рынке. Но, скажем так, это давало мне хорошую подушку, потому что, то есть, та деятельность, которая приносила основной доход, она не требовала, на самом деле, достаточно много времени. И оставалось много времени для того, чтобы применить себя в ту отрасль, в которую хотелось бы, наверное, да? Ну, вот где-то так. Поэтому решение, которое я принял по address.ua, оно скорее носило такой более эмоциональный характер. То есть, я понимал, что, окей, Real Estate – это то, где я зарабатываю деньги, и почему бы не попытаться в этой же области сделать какой-то интересный проект. Тем более, что в 2010 году, когда я начинал, действительно, вот я пытался решить, грубо говоря, это очень неправильный путь делать собственный проект, но я пытался решить пейн, который был лично у меня. Потому что, грубо говоря, была всегда задача, если я выхожу из инвестиций, у меня была задача идентифицировать новый объект. Идентифицировать новый объект можно за счет того, что у меня есть какие-то друзья, знакомые, которые мне говорят об этом, либо за счет каких-то публичных инструментов поиска, которые есть на рынке. То есть, использование публичных инструментов поиска, оно очень фрустрейшн сильный создавало. Ты про недвижимость? Я говорю про недвижимость. Потому что 70% времени нужно было тратить просто неэффективно, просматривая какие-то дубли, фейковые предложения, какой-то спам откровенный, да? Поэтому хотелось создать ресурс, который, с одной стороны, имел бы максимально широкую базу данных, который бы повторял подвиг eBay. Если у нас этого нет, оно не продается. С другой стороны, имел бы самую точную базу. Это очень сложно совместить одно и второе в одном месте. Потому что, если ты собираешь со всего рынка весь мусор, то очень сложно потом этот мусор отсортировать, чтобы у тебя остались только точная и актуальная информация. И что в итоге? Ну смотри, за три года вы смогли это решить или вообще какой статус? Вы стали порталом номер один для недвижимости? Очень правильный вопрос. На самом деле, портал номер один, есть разные критерии, по которым люди определяют номер один или номер два. А есть, например, там рейтинг BigMira, на который некоторые смотрят. Ну смотри, ну у вас… Извини, у вас же… То есть вы сводите, правильно? У вас marketplace, вы сводите этих покупателей-продавцов или нет? Или у вас непростая бизнес-модель? Если говорить о бизнес-модели, то, наверное, 70% мы зарабатываем на премиум-сервисах. То есть мы зарабатываем на продавцах, которые размещают у нас различные премиальные… Несмотря на то, что сам листинг бесплатный, но есть премиум-листинг-фи. То есть я хочу сделать Spotlight, я хочу сделать какой-то Featured Listing или Hot или что-нибудь подобное. Вот вы зарабатываете больше, чем остальные сайты? Вот именно вот в этом? Хороший вопрос. На самом деле никто из сайтов не делает публичных заявлений о том, сколько они зарабатывают. Я предполагаю, что, наверное, по заработку мы находимся в тройке на сегодняшний день. С точки зрения трафика, я думаю, что мы твердо находимся 5-10, прыгает в зависимости от дня, периода и так далее. Но опять же, трафик – тоже такое достаточно размытое понятие. Есть трафик, который приходит к базе данных, то есть это люди, которые ищут реальную недвижимость. Многие ресурсы используют трафик, говно-трафик, который приходит, например, новости почитать условно или там на форуме что-то написать. То есть этот трафик, он никаким образом не способствует реальным сделкам в области недвижимости. Вот какой трафик считать, вот как правильно сравнивать. То есть есть ресурсы, которые, знаешь, там в день, у которых там 25 тысяч переходов, из которых там 10, например, приходят новости почитать. Вот как его сравнивать с нами, где новости практически не развиты, как сегмент. Так а зачем вам вообще трафик? Ну, вам важно количество сделок правильно. Ну, то есть трафик важен, но… А смотря для чего? С точки зрения построения кэшфлоу, трафик действительно не важен. Потому что основные деньги генерируются посредством прямых продаж. И основные деньги, на самом деле, если взять из 100% денег, которые мы зарабатываем, наверное, процентов 65-70, они приходят от застройщиков, от крупных собственных. Застройщики, банки, различные инвестиционные компании, крупные собственники недвижимости, которые имеют там структурированные маркетинговые бюджеты. То есть с точки зрения, опять же, построения кэшфлоу – это важный фактор. Наличие сильного отдела продаж, и трафик здесь не играет такую большую роль. Хотя, естественно, если у клиента не звонит телефон после того, как он размещает у нас рекламу, то, наверное, что-то не то, и вряд ли он будет у нас дальше размещаться. Но, опять же, address.ua – это проект, который изначально выстраивался для последующей продажи. Говорю об этом открыто, как бы не скрываю, потому что в самом начале мы привлекали венчурных инвесторов. А когда ты приглашаешь венчурного инвестора в Лодку… Зачем такому проекту венчурные инвестиции? Скажем так, мы относительно небольшую сумму привлекли. То есть мы об этом заявляли, сумма, которую мы привлекли, она составила где-то порядка 2,5 миллионов гривен. 500 тысяч? Да нет, меньше. Это ты по какому-то курсу странным считаешь. Ну, по 5, который был когда-то. В 2010-м не было такого курса. Такой курс был в 2008 году. То есть меньше? Ну, не важно, да. Ну, не важно. И такие ребята, как и Venture Capital, это фонд, который со штаб-квартирой в Гамбурге, который в нас вложился. И ребята из VIX Capital, которые находятся в Варшаве. Для них это не типичный размер инвестиций. В смысле маленький, да? Да, слишком маленький. Они в основном в такие проекты не заходят. Но в данном случае, наверное, сделали по каким-то причинам исключение. Наверное, в YouTube помог, нет? Твой, как бы… Не исключено. То есть наверняка… Опять же, инвестор, который принимает решение по инвестированию на настолько ранней стадии, он в основном принимает решение, смотря в глаза человеку, с которым он общается. И принимает это решение, исходя из доверия человеку, с которым он общается. Поэтому процентов 60 или 70 венчурного решения – это, скорее всего, люди. Да? А уже потом там бизнес-модель, технология и все остальное. Ну, как бы это тема для отдельного, наверное, обсуждения. Так вот, приглашение венчурных инвесторов в лодку, оно может говорить только об одном, что проект готовится к продаже. Потому что венчурные инвесторы, они зарабатывают… Они не зарабатывают на дивидендах, они не зарабатывают на какой-то там… Поделиться с ним частью дохода. Венчурный инвестор – это инвестор, который находится в бизнесе, вложился на ранней стадии, продал долю на более поздней стадии и зарабатывает за счет продажи доли. Поэтому… А доля, как известно, продается в 80% случаев, стартапы продаются стратегом. В 90%, кого я обманываю. То есть ваш покупатель – это какой-то крупный игрок на рынке недвижимости? В смысле… Это может быть какой-то медиадом, это может быть какой-то крупный игрок в области недвижимости, это может быть какой-то западный игрок, который выходит на рынок Украины и покупает какую-то платформу. Но опять же, хотел вернуться к мысли, которую я не закончил. Более чем в 90% случаев, даже я бы так сказал, точка ликвидности для венчурного инвестора наступает в момент продажи стратегическому инвестору. Опять же, это исходя из практики. Есть еще, конечно, IPO, но я не знаю опыта ни одной украинской компании айтишной, которая бы вышла на IPO и таким образом создала бы ликвидность для своих акционеров. И это менеджмент бай-аут. Когда компания, ну просто там деньги, просто вот-вот подставляются мешки, они туда засыпаются и деньги некуда девать. И менеджмент приходит к инвесторам и говорит, ребята, ну у нас столько денег, давайте мы вам сейчас откупим свою долю. Это тоже происходит крайне редко. Поэтому самый распространенный случай, это как раз стратегик бай-аут. Смотри, вас, то есть вы никому еще не продались, правильно? На сегодняшний момент. То есть это значит, либо вы так быстро растете, что не хотите никому продаваться, хотите еще подрасти, либо, ну то есть все очень хорошо, либо все очень плохо, и никому не интересен один из 5-6 похожего размера проектов. Я бы не сказал, что все плохо, то есть мы находимся в брейкивании, мы зарабатываем больше, чем мы тратим. Скажем так, срок венчурной инвестиции, как правило, составляет от 3 до 5 лет. В некоторых сложных технологических проектах даже до 7. Но, как правило, учитывая срок жизни фонда где-то в районе 7 лет, многие фонды рассматривают возможность выхода в течение 5, соответственно, это такой таргет. Соответственно, мы когда в 2010 году привлекали деньги, мы рассматривали вот возможность выхода где-то в рамках 5-летнего срока. Более того, учитывая, что мы работаем на рынке недвижимости, и скажем так, мы зарабатываем на маркетинговых бюджетах, как крупных собственников недвижимости, так и мелких. Маркетинговые бюджеты начинают расти, как только растет рынок. То есть, объективно, нам выгоднее будет продаваться. Я думаю, ни для кого не секрет, что украинский рынок недвижимости сегодня не растет. Соответственно, с ростом рынка недвижимости будет существенно увеличиваться кэшфлоу, и будет существенно увеличиваться капитализация компании. Поэтому, если есть возможность на этом рынке, то логичнее дождаться подъема, что мы, в принципе, и делаем, но я не готов сказать, что мы не рассматриваем предложения, которые поступают в этом. Я тебе еще задам кавержные вопросы про адрес. Вот, собственно, даже два вопроса. Первое, я смотрел на все эти сайты, пользовался, когда мы офис меняли. Во-первых, они все плюс-минус страшные. Ну, окей, есть не очень страшные. Но даже не в этом проблема. Проблема в том, что они особо ничем не отличаются. Есть там eBay, есть какие-то маленькие, есть Craigslist и есть какие-то мелкие. Здесь они все плюс-минус, то есть они все достаточно крупные, чтобы тебе приходилось на каждый заходить. То есть нет явного лидера, они непонятно, чем отличаются. То есть это одна проблема. То есть непонятно, чем вы выделяетесь от остальных, почему вас купят или не купят, просто почему к вам придут клиенты. И второе, ну, есть большие проекты типа Яндекса, которые там постепенно съедают, да, все там, карты, организации, соответственно, там какие-то агрегаторы. То есть, может быть, они просто все эти проекты все умрут и останется какой-нибудь Яндекс большой или Google. Все может быть. Но это два разных вопроса. Как ты на это просто смотришь? Ну да, два разных вопроса. Давай вначале на последний отвечу, да, потому что первый я уже успел забыть такой длинный вопрос. Яндекс является агрегатором. Мы выстраиваем портал. Чем они отличаются? Агрегатор – это некоторый ресурс, который собирает объявления с различных других ресурсов, я не скажу, что мы этого не делаем. Но при этом он не отображает у себя контактную информацию собственника. Соответственно, если я захожу на Яндекс, я могу там найти интересующее меня предложение, кликнуть на него, чтобы посмотреть контакты, и я перейду в том числе на адрес UA, в том числе на другие ресурсы. То есть, вы им платите? То есть, это лид-генератор для вас? Грубо говоря, да. А первый вопрос был, ну, окей. Это не в их интересах, да? Скажем так, одно из правил бизнеса – это нельзя конкурировать со своими клиентами. То есть, как только агрегатор начинает показывать контактную информацию у себя, то он, соответственно, начинает конкурировать с порталами. И порталы перестают рассматривать такой агрегатор как своего партнера или своего клиента, а начинают его рассматривать как конкурента. То есть, я не говорю, что Яндекс завтра, может быть, не захочет сделать портал, но не совсем понятно, зачем это Яндексу было бы нужно. Яндекс находится в бизнесе зарабатывания денег на контекстной рекламе. Про Google тоже так думали, а теперь он все вообще как бы пытается не выпускать. Хороший пример с Google – у них был специальный слой на карте Google Real Estate. Они этот проект закрыли. То есть, они тоже делали агрегатор. Мы когда еще начинали в 2010 году, у нас даже специальный фит был для них, но Google принял решение, что им это не нужно. То есть, не знаю, какое решение примет Яндекс. Первый вопрос был, первый вопрос был, там, пять проектов одинаковых плюс-минус, ну, с моей точки зрения, как не профи, да? С точки зрения пользовательского интерфейса или с какой точки зрения? С точки зрения интерфейса, ну, то есть, на каждом проекте есть объявление, и ни один проект принципиально ничем не лучше. То есть, как можно выиграть в этой, как бы, такой статус-кво, да? То есть, никто не теряет особо позиции. На мой взгляд, основной value, который должен выделять хороший проект на рынке от остальных – это качество информации, которое содержится в базе данных. Но есть ли какой-то качественный скачок, то есть, вот, как-то нужно это качество информации повысить, так, чтобы чаша весов выкачнулась в вашу сторону, и вы забрали аудиторию, а остальные как бы остались? Или это без шансов? Четыре года делаете? Это без шансов, по какой причине? Потому что это как все равно, что вот один телеканал будет смотреть все, а остальные не будут смотреть другие телеканалы. То есть, в области листингов, вот, например, возьмем не недвижимость, возьмем работу. Вряд ли кто-то, когда ищет среди работодателей или среди тех, кто ищет работу, вряд ли кто-то пользуется одним сайтом. Ну, как правило, я думаю, из статистики люди там зайдут, наверное, на Work, зайдут на работу, зайдут на Headhunter, зайдут, может быть, еще куда-то. То есть, люди там 3-5 сайтов, наверное, прокрутят через себя. Почему? И там вроде бы и там синяя кнопочка «Разместить объявление», и там и там список какой-то, да? Они пытаются повысить свои шансы. Совершенно верно, совершенно верно. Где-то похожая ситуация, она происходит практически во всех листинговых или классифайдовых ресурсах. Люди не склонны какой-то иметь, ой, спасибо большое, иметь какой-то one-stop, в котором они решают все свои проблемы. Люди, как во многих других отраслях, они хотят иметь second opinion. И поэтому они пойдут на один сайт, они пойдут на другой сайт, они пойдут на третий сайт, и в результате они примут решение о выборе того или иного объекта, который они хотят купить, сдать, арендовать, обменять и так далее. Поэтому конкуренция вот в классифайдах, она не выглядит как в фильме «Горец», что останется только один. Она выглядит скорее так, что как минимум три ресурса, которые будут максимально посещаемы, и наша задача вот удерживаться в тройке. Быть в этой тройке. Слушай, еще такой вопрос, ну тоже на эту тему, да, то есть у нас, ну там, я участвовал в стартап-икендах разных, ну в каких-то мероприятиях, да, и довольно часто приходят проекты типа маркетплейса, ну которые сводят покупателей и продавцов, да. И фишка в том, что, ну вот когда ребята там рассказывают про свой проект, питчат его, да, то есть они рассказывают, ну смотри, вот у нас тут миллион пользователей, и типа, ну вот, они друг друга находят, ну и все классно работает. Вопрос только в том, что сегодня у тебя ноль пользователей, и пока у тебя нет покупателей, нет продавцов, ну и обратная проблема. То есть как как бы стартануть на такой вот проект, который сводит именно две части, да? Мы возвращаемся… Что-то может вы нашли там? Мы возвращаемся к проблеме курицы и яйца, да, то есть у меня с одной стороны нет собственников, которые мне готовы размещать объявления и платить за рекламу, с другой стороны у меня нет посетителей, которые ищут предложение собственника, вот как накопить эту критическую массу так, чтобы это все появилось. Да, желательно быстро. Желательно быстро. Как мы поступили? Мы купили один из существующих ресурсов. То есть мы когда выходили на рынок и отчасти решение привлекать венчурного инвестора было продиктовано желанием купить одного из игроков, который уже входит в десятку. То есть вы взяли небольшого, в смысле купили небольшого, то есть был план какой? Купить и дорасти до… дотянуть его до… Ну, скажем так, да. Я понятия не имею, как из нуля пользователей сделать там сто тысяч или двести тысяч. А вот как сделать из ста тысяч двести тысяч – это как бы задача, которая гораздо лучше просчитывается математически, там, маркетинг-вайз, сейлз-вайз, как угодно. Как сделать из нуля сто тысяч – я не знаю. Вот единственный способ, который я придумал – это купить уже существующего игрока, у которого есть сто тысяч, и на этой базе начинать наращивать собственный бизнес. Ну окей. Ну хорошо, ладно. Закроем тему с… хотя нет, не совсем закроем тему, с адресом. Есть немножко другой топик, но связанный с адресом или адресом, неважно. Адрес. Адрес. Смотри, то есть часто, ну я как разработчик, да, вот я вижу с этой стороны, ну и такую ситуацию, что вот есть типа стартап, есть идея, и ребята решают, ну вот если нет технической как бы команды, то всегда есть вопрос – либо нужно нанимать техническую команду, либо нужно это аутсорсить. Вот я знаю, что вы не нанимаете, а вы аутсорсите. Ну то есть у вас разработчиков нет. Это наполовину, так. Действительно, у нас нет разработчиков в штате, но я бы и не назвал это классическим аутсорсом. То есть мы работаем по coding for equity модели, при которой мы обратились… Я договорился с Антоном Рудичем, который является собственником компании Extend. Extend – это аутсорсинговая компания, действительно, но основные их эфорты по разработке в основном связаны не столько с внешними заказами, сколько над работой над собственными проектами. Мы договорились о том, что компания получает определенную долю в проекте, есть определенная кэшевая составляющая, которая выплачивается им также за работу. Но это некоторая микс-модель. То есть часть денег идет в виде кэша, часть денег идет в виде стока. Ну слушай, ну вот вопрос на том, насколько это вообще работоспособная схема. То есть ты доволен или какие там… Есть плюсы, есть минусы. Какие плюсы минусы? Для меня, как для человека, который не разработчик… Я не программист, я не читаю код, но как бы могу там HTML посмотреть или там PHP. Но так, там 10% чего-то могу понять, не более того. Для меня очень важно иметь действительно с одной стороны мотивированную команду, квалифицированную команду, которая в состоянии думать и решать задачи, которые стоят перед проектом. Но я, будучи не разработчиком, опять же, я не хочу принимать и нести на себе риски, связанные с различными дилеями в разработке. Потому что я эти риски не могу контролировать. Они находятся вне рамок моего контроля. Соответственно, когда я работаю по Coding for Equity модели, все риски, связанные с задержкой разработки, несет на себе партнер. Он на себя берет всю ответственность и, соответственно, снимает эти риски с меня. Слушай, ну тут окей, это плюсы, да, классно. Но, с другой стороны, если у тебя нет, ну окей, может быть, если у тебя уже четкое понимание задачи, проекта, да, и он там давно существует, я еще могу понять, как это работает. Но когда ты сам в процессе поиска, да, когда тебе нужно менять там постоянно идею, или там общаться с пользователями, там быстро что-то менять, мне кажется, ну проблема в том, что когда это какая-то внешняя структура, ну неважно, как это сделано, все равно у них нет такой вовлеченности, у них нет такого же желания, у них нет рисков, вот о чем ты говоришь, да? У меня нет рисков, у них больше рисков. Ну, то есть, как, ну, зачем, почему разработчики, почему для них это выгодно? Ну, вернее, как вы платите, вы там, понятно, меньше, потому что часть идет стоком. Я бы не сказал, что меньше, то есть, может быть, они в итоге получают больше, да, когда происходит точка ликвидности, опять же, мы все работаем на один и тот же результат, мы все находимся в одной лодке, и мы все гребем в одном и том же направлении. И учитывая, что они владеют частью лодки, мы понимаем, что когда мы приплывем в точку B, то эту лодку у нас купят, и в зависимости от того, как классно мы гребли, и как эта лодка, в общем, себя чувствует в итоге в точке B, они могут заработать больше, нежели они бы заработали, если вы просто получали деньги в виде зарплаты или в виде, там, почасовки. Все нормально? Поэтому, скажем так, мотивация у разработчиков, да, то есть, с одной стороны, есть какой-то интересный проект, с другой стороны, есть мотивация, есть потенциал в заработке гораздо большего куска денег, нежели просто аутсорсинг. С третьей стороны, скажем так, над проектом работает выделенная команда. А то есть они только этим проектом занимаются? Ну, наверное, они еще нянчат детей, наверное, они еще… В рабочих проектах? Да. Ну, просто окей, может быть. Мне просто в это сложно не то, чтобы поверить. Наверное, так бывает, но я просто знаю много неуспешных случаев, когда вот особенно в Украине, да, у нас куча аутсорсинга из Калифорнии, какие-то стартапы, да, и люди берут какие-то деньги, нанимают команды людей, те, что-то пилят, пилят, пилят полгода. Ну, что-то они в итоге сделали, но просто оказывается уже… Они ошиблись там изначально, никто не может предугадать продукты. Очень правильный момент. Тут вспоминается шутка, которую озвучивала армянское радио, в которой спросили, может ли брак по расчету быть верным, и они ответили, что может, если расчет правильный. Поэтому вот в данной ситуации действительно у нас был правильный расчет изначально. И действительно вот эта вот итерационность, когда я нахожусь в Калифорнии, 10 часов разница с Киевом, у меня есть какой-то window, когда я могу созваниваться с разработчиками, когда они созваниваются, а потом они трубку положили, и как бы я уже не знаю, чем они занимаются. С этим есть очень много сложностей. Но здесь немножко другая ситуация. Это ребята, которые находятся в 10 минутах на машине от моего офиса, у которых я бываю в офисе раз в неделю или два раза в неделю. У нас итерационность составляет две недели. То есть если они лажают, то я как бы в рамках двух недель понимаю, что происходит лажа. Кроме того, если они лажают, то они за это и платят, потому что я не плачу за экстра тайм, который они проводят над проектом. Я плачу за фактический результат, который заделиверен на рабочем сервере. Угу. То есть у вас фактически не популярны у нас там, типа, оплаты как аутсорсеры берут там за человека в месяц и все. То есть по сути вы делаете там какие-то конкретные функциональности. А оплата происходит за результат. Окей. Ну хорошо, ладно. Не буду тебя больше мучить аутсорсерами. Такой еще вопрос хотел задать. Смотри. Вот ты был в Viewdle, да? Да. Но вот вопрос такой, не про Viewdle на самом деле. То есть ты сейчас директор или там владелец адреса. До этого был там одним из совладельцев, но все-таки ну там не главным, да, человеком в компании Viewdle. Вот какие такие самые болезненные или самые такие интересные уроки в плане, когда появился свой проект, да, какие-то неожиданные фейлы или не фейлы или какие-то вещи, которые понял? Которые были непонятны пока был. Знаешь, для меня на самом деле наверное Viewdle был большим уроком в этом плане, потому что Viewdle это была первая единственная компания, в которой я не был первым человеком. Поэтому скорее для меня этот тот опыт, он был гораздо более интересным с точки зрения уроков, может быть, да, которые я вынес из подобной модели. Всегда легче, во всяком случае мне, я не говорю за других людей, но мне всегда легче самостоятельно принимать решения и самостоятельно нести за них ответственность. Мне гораздо сложнее выполнять решения, с которыми я не согласен, например. То есть у меня происходит очень серьезный психологический конфликт. И попробовав себя в роли менеджера, я понял, что, наверное, это немножечко не мое. Наверное, все люди, которые работают не первыми лицами, да, они так или иначе сталкиваются с моментами, когда… Окей, я в Viewdle был в качестве GM, как General Manager украинского подразделения. И несмотря на то, что там у меня была достаточно большая широта действий, но я не принимал, естественно, всех решений за всю деятельность всей компании. И не всегда те действия, которые компания делала, соответствовали тому, что я считал должно было быть более правильно для компании. Но часто, опять же, являясь менеджером, я должен выполнять решения, которые приняты в компании. И мне оказалось достаточно морально тяжело выполнять решения, с которыми я внутренне не согласен. Скажем так, это была одна из причин, по которой в свое время я принял решение уйти из операционной деятельности, остаться акционером. То есть я сохранил отличное взаимоотношение со всеми в коллективе. То есть это не какие-то были там разводы с бьющимися дверями, я не знаю, там, посудой и так далее. Я пришел к партнерам, мы договорились о том, что, скажем так, через какое-то время, то есть я обучаю человека, который будет там выполнять те функции, которые я делаю. И через какое-то время я передал эти функции и, грубо говоря, ушел заниматься своим бизнесом. Окей. Еще вопрос. Ну, обычно у меня, я беседую с ребятами, которые технического все-таки бэкграунда. Да, то есть предприниматели, да, но как-то получается больше технари, как и я. Да. Поэтому мне интересно тебе задать такой вопрос. Ну, вот, ну, я понимаю, какие минусы есть в том, что ты не умеешь программировать, да? Но какие минусы, там, у технических ребят, которые, там, то есть, чем плохо то, что я там вообще не понимаю финансов, да, или там, может, достаточно какой-то туториал просмотреть. Ну, вот, то есть, что тебе дает вот финансовая грамотность, да, и, может, какие-то ошибки, которые технарям будут интересны. Я бы ответил на этот вопрос немножечко от плеча, как в этой истории, да. Есть вот часто, когда создается какой-то новый проект, его драйвит либо какой-то технологический товарищ, да, либо какой-то бизнес товарищ. И, как правило, экспертиза внутри проекта, она либо смещена в сторону бизнеса, либо в сторону разработки. Очень редко бывает, что стартап очень сбалансированный, и в рамках него есть и тот, и другой опыт, да, и он, как бы, движется равномерно достаточно. То есть, как правило, происходят перекосы. И тот, и другой перекос – это плохо. То есть, стартап, он должен стремиться вот к этой сбалансированной модели. А почитать туториал – это, ну, камон, это булшит. Это вот, ну, если я почитаю туториал, как хачить на C++, я же от этого не начну хачить на C++. Ну, на PHP начнешь. Насколько мне это поможет, я до конца не знаю. Поэтому есть очень много примеров проектов, когда есть какие-то бизнес-ребята, которые закончили там Вортоны, Шмортоны и так далее, и у них есть просто светлая идея. Они видят бизнес-возможность. Но, не понимая процессов разработки, у них начинается фейлер, когда они неправильно создали команду по разработке, неправильно поставили задачи для продакт-менеджмента, они неправильно вообще понимают позицию CTO, который должен там управлять, например, технологической разработкой. И реально происходит фейлер в создании продукта. То есть, вроде бы как бы бизнес-процессы понятно, как организовать в области сейлзов, в области маркетинга, в административной области. А как настроить, как запиемить разработку, продукт фейлит. И примеров там очень много. Даже бывает другая, более сложная ситуация, когда… Я не хочу называть адреса и фамилии, но вот на украинском рынке таких примеров тоже много. Даже среди больших компаний, когда взрослые дяди, они вот нанимают менеджеров толковых, даже из-за рубежа может быть где-то, да. И которые говорят, смотрите, на украинском рынке вот есть ниши вот такие, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие. Вот сейчас мы наймем, в общем, тут разработчиков, и даже разработчики делают какие-то продукты. Но эти продукты, они не всегда оказываются востребованными. Опять же, почему? Потому что, да, мы как бы запиемили вроде бы продукт, но функция вот продакт-менеджера, она оказалась немножечко оторвана от реальности. Она где-то находилась между кабинетом там, где сидят разработчики, и находилась между вот кабинетом там, где сидит бизнес-чувак из Уортона, который там стратегию голубого океана преследует, да. Ну или еще какие-то интересные моменты. Как в анекдоте про ежиков, да? Типа, мое дело – стратегия, а тактика… Грубо говоря. Поэтому, то есть, очень часто вот бизнес-люди, они не до конца понимают важности продакт-менеджмента, да, и важность продакт-менеджмента в области разработки. И происходит именно крен, и из-за этого, как бы, проекты многие, к сожалению, переходят в статус для того. Я обычно вижу, ну я больше общаюсь с разработчиками, чем с бизнес-менеджментом. Я обычно вижу другое. То есть, ребята сделали там какую-то прикольную технологию, там разной степени крутости, или очень крутую, или там не очень крутую, но все равно она такая в вакууме. То есть, они типа сделали, теперь надо понять, что с этим делать. Совершенно верно. То есть, есть перекосы с другой стороны. Есть сильная технологическая команда, которая может сделать классный продукт. И этот продукт, он может быть даже востребован хорошо на рынке. Но они не всегда знают, как на этом заработать деньги. Это очень классная ситуация с фьюдлом, между прочим. Можно далеко не ходить. Да, ну-ка, в каком плане? Продукт действительно мирового уровня. Те возможности, которые заложены в продукте, они могли бы найти там очень много различных применений. Я уверен, что та сумма транзакций, которая озвучивалась там в ряде изданий… Ну, для тех, кто не в курсе, я скажу там 30-40 миллионов было. Это транзакция, которая technology-based. Понятно, что когда продаются бизнесы, вот, может быть, кто-то знает такую компанию, как TellMe Networks, которую продали Microsoft. Да, они не делали распознавания лиц. Они, насколько я понимаю, работали в основном с телекоммуникационными компаниями. У них частично были различные технологии, там, speech-to-text. Ну, неважно, сейчас я не хочу уходить в детали их продукта. Но они отмасштабировали бизнес. И они продали бизнес, и сумма сделки была в районе 800 миллионов долларов. То есть… Больше, чем 40. Это больше, чем 40, да? Даже если Vudel был продан за 80, это все равно больше, чем 80, да? Поэтому в случае с Vudel продавался не бизнес, к сожалению. Vudel зарабатывал определенные деньги, но не на том масштабе, чтобы оценка компании происходила посредством оценки cash flow. Хотя наверняка это и принималось во внимание. В основном продавался продукт или какие-то там наработки, да? В основном продавался… То есть, я не исключаю, что принималась во внимание и патентная база, которая была у Vudel. Но я думаю, что одним из основных факторов – это было решение о покупке привычки разработчиков ходить на работу. Покупалась команда. Поэтому вот Vudel – один из примеров того, как вот вроде бы из классного продукта, да, не всегда может получиться сделать какой-то хороший бизнес. Ну зато теперь ребята прошарены, вот Анчишкин делает заказ, ты делаешь адрес. Мы учимся на своих ошибках, мы стараемся совершать новые ошибки и не повторять те, которые мы уже делали. В любом случае, я не вижу ничего плохого в том, что произошло, да? Я получил колоссальное количество опыта, действительно мы сделали что-то, что раньше никто еще не делал. Но я остался удовлетворен физически, материально, морально. Я не считаю там, что это было выброшенное время, да. Я наоборот рад, что у меня была возможность участвовать в команде людей, которые сделали такой классный продукт. Хотелось бы, наверное, его сделать на другом уровне, но может быть это история для другого проекта. Ну вот где-то так. Слушай, ну хорошо. Я думаю, вы обсудили все, что у меня было. Про адрес проговорили, про аутсорсинг проговорили, даже про виду проговорили немножко. Поэтому спасибо большое. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо, Макс. Вы смотрели Profit Show. Подписывайтесь на наши новые выпуски на ProfitShow.TV. Всем пока. Счастливо. Счастливо. Здравенно Barry. Луч ONằng Корректор А.Кулакова Ёльбинаik Олимон Куста Куста Субтитры сделал DimaTorzok